Просто логику и этику. И поделим их так как раз. А, ну да. Например, глобальная такая издихотомия логика и этика. И поскольку мы исходим из того, что вот этот тип логический либо этический, он проявляется во всем, что человек продуцирует, в частности, в творчестве, например. И есть знаменитые писатели этики, есть знаменитые писатели логики. Ну, это что, да, на конкретных примерах оно немножко проще. Ну, вот в русской литературе овер дофига писателей этиков, которые в классику вошли. Это там Пушкин, Достоевский, Чехов, Толстой, вот эти все ребята. Ну, почти кого не возьми из русских классиков. Да. Там будут люди этического типа, и их принято называть инженерами человеческой души. И все удивляются, что как это так, откуда Достоевский знает о таких разных переживаниях, таких разных людей из разных пластов общества. Почему Достоевский предсказал появление психоанализа и вообще описал, как это работает. Революцию. Революцию, да, ну и всякие такие вещи. Откуда он все это знал про других людей? Тут понятное дело, что это масштаб человека, масштаб личности. То есть это не отменяет гениальности, но это гениальность, наложенная на... Наложенная, надеюсь, так можно. Можно. На вот эту соционическую рамку, этическую. То есть люди этического склада, у них от природы собирается очень много информации, большой массив информации на тему того, какие люди бывают. Как они могут себя вести, как они могут проявляться в разных ситуациях, как они могут реагировать на различные жизненные кризисы, какие у них могут быть качества характера, такие глубинные, да, которые не меняются на протяжении жизни, какие качества могут меняться, как они могут меняться. И человек настроен таким образом, что он просто живет, просто общается, просто смотрит ютубчик, но у него накапливается именно такая информация. Этического характера. Да, и вот в интервью, когда человек описывает картины, отвечает на самые абстрактные вопросы, ну, в духе, какие у нас там есть вопросы, не знаю, какие тенденции вы замечаете, вот просто вокруг, в обществе сейчас, мы будем видеть, да, что человек тяготеет вот к этике, и это в речи определенным образом проявлено. Да, ну, и вот часто еще со школы можно вспомнить такой вопрос, что вот есть там писатели, то же самое, например, Достоевский, как же он так клево описал большое количество людей, что все вот восхищаются его творчеством, вот это вот все. То есть он убедительно и очень живо описал абсолютно разные характеры людей. То есть это за счет вот этой сильной соционической этики он настолько глубоко и убедительно может это описать. Если мы берем другой полюс, логический, эти люди разбираются больше в объективном мире, не привязанном к психологическому, к человеческому фактору. Вот они больше интересуются там концепциями, технологиями, вот этим вот всем, и, соответственно, они уже, когда пишут какое-то произведение, будь то художественное или не художественное, они вот могут описать прикольный какой-нибудь мир будущего, где там крутые технологии, где там какие-нибудь звездолеты, прикольное устройство общества, но как только речь идет про героев, они получаются очень плоские. То есть они не могут описать, они не умеют вот в глубокий психологизм, как это делают этики в свою очередь. Ну, например, Джек Лондон тот же самый, он сам жаловался, и некоторые другие авторы его критиковали за то, что вот персонажи ему даются сложно. Ему требовалось огромное количество усилий для того, чтобы у него получился какой-то вменяемый персонаж, а его истории строятся именно на различном таком описании различного опыта, где я был, что со мной происходило, как меня пытались кинуть, как они пытались кинуть друг друга, на чем это построено, какие там были схемы, где можно поработать, как можно поработать, как развивались эти процессы рабочие для какого-то конкретного персонажа. Я иногда внезапно заканчиваю. Тут ещё, конечно, важный такой момент, что если мы берём там логика и этика, понятное дело, что у этика тоже есть какая-то логика, а у логика есть какая-то этика, но опять же, мы, если начнём это соизмерять, мы увидим, что что-то точно доминирует. Бывают такие типы, у которых, например, логика и этика могут быть, логика, например, будет чрезвычайно хороша, а этика с течением жизни может проработаться, то есть она обладает каким-то потенциалом к росту, и она может выглядеть нормально, хорошо, вроде всё нормально. Приемлемо социально. Да, но всё равно, зная тип, мы будем понимать, что логика будет доминировать над этикой. Бывают, например, логики, у которых с этикой вообще всё очень плохо, и у них очень маленький потенциал к тому, чтобы что-то с этим сделать. Это даётся вообще огромными усилиями с течением жизни, и получается всё равно очень мало. Вот это если так очень коротко. Про логику и этику, про одну дихотомию. Такая категоризация логики и этики, ну, многим философам, например, покажется довольно странной, потому что большинство философов, они вообще, в принципе, почти все используют логику, и некоторые из них, те, которые используют логику, занимаются этикой как дисциплиной. Понятно, что здесь имеется в виду не это самое. Да. А здесь имеется в виду, ну, под этикой определённый уклон, видимо, к чему-то эмоциональному, как я понимаю, такому вот... Не совсем. А вот не совсем. Вот эмоции стоят отдельно. А как тогда, да? Проясните точную разницу, как их расчертить. А вот это связано с особенностями мышления. И если мы берём логиков, они подходят к окружающему миру и к окружающим процессам с той точки зрения, что у этих процессов есть... Есть последовательности, есть взаимосвязи, что всё можно воспринимать, всё вокруг, весь мир можно воспринимать как, не знаю, массив данных, как определённые последовательности, как алгоритмы, как структуры, как механизмы. И к людям они часто пытаются подойти точно так же. Отсюда получаются вот эти дурацкие все истории, что если ты он посмотрел влево наверх, то, наверное, он нам врёт. А если он посмотрел ещё куда-то, то, наверное, он там чувствует что-то. То есть это попытка с позиции вот такого подхода... Логического. Логического, ну если терминами соционики говорить, да, объяснить то, как человек себя ведёт. А любой этик, он будет, ну если мы тоже посадим вот этого человека, который смотрит влево-вверх, этик будет учитывать больше контекста. Он будет видеть, что это за человек, как он себя чувствует, как он реагирует, почему он смотрит влево-вверх. Может быть, это просто случайность, да, и человек, который ориентируется больше на человеческое... Человеческий фактор. ...по большому счёту, да, он будет тоньше к этому относиться. Но при этом, если человек... Ну, в общем, этики, они на всё смотрят, они всё склонны очеловечивать. И они, знаете, в такой человеческой логике разбираются. А логики разбираются в логике объективной. Они как бы на неё настроены. Я не знаю, как ещё это объяснить. Ну, по-другому можно вот... Например, философ Ницше, например, он был этик. Вот, то есть у него был этический тип, и он как раз-таки именно через... Ну, плюс он ещё интуит был. Да, так как... Так, тихо. Да-да-да. Тихо-тихо. В общем, у Ницше очень силён вот этот гуманитарный аспект. То есть он проникал в массовую психологию, он объяснял глубинные какие-то свойства социума, как такового человека. Он очень много объяснял с психологической точки зрения, глубоко проникал в душу человека. То есть это сугубо этический подход, если мы говорим с точки зрения соционики. Или тот же самый философ Маттипир Бердяев. Он тоже был этик. Вот, то есть он в первую очередь человеческую вот эту вот сущность раскрывал во всех мельчайших подробностях и деталях. Вот Карл Маркс, например, это очень ярко выраженный логик, потому что у него полное игнорирование психологического и человеческого фактора. Он сугубо такую логическую схему выстроил идеального социума, игнорируя вообще разнообразие людей, характеров, мотивации вот этого всего. То есть очень ярко видно, что этика у него слаба, а логическое, он как бы придумывался устроенно. Только на живых людей это не очень натягивается. Ну, схему, в общем, придумал и нормально. При этом эта схема может не особо соотноситься с формальной логикой, но, опять же, для зрителей, которые любят у меня философию, просто потому что тоже надо прояснить, потому что, опять же, логики не любят, когда в суе упоминают это слово лишний раз. Ну, извиняйте, это не мы придумали. Я не логик, я поэтому никакого дискомфорта не испытываю в данном случае, но для многих это может вызвать дискомфорт. Да, вот Чигир пишет Маркса логикой, потому что многие люди, которые любят формальную логику, как ни странно, не любят Маркса очень активно за его диалектическую логику. Но это уже несколько другого порядка свойства. Это уже мы усложнять будем очень сильно. Но с точки зрения социальники у него логика сильна. А Юнг? Тоже логик он был. Вот, кстати, Юнг был логического типа, а Фрейд – этического. Потому что Фрейд, например, он, разбирая, у него было, я не помню, в какой из книжек у него было, он восстанавливал внутреннюю мотивацию и психологию, по-моему, Леонардо да Винчи, просто судя по его работам. То есть он вытаскивал оттуда. Вот именно вот эта тема с психологическими защитами, это же первый Фрейд описал это. Это сугубо этическая мотивация, глубинная человека. Он просто это видел с позиции своей сильной этики социальнической. Он это описал. А Юнг подходил к человеку как к некой схеме. Он пытался выработать некую модель этого всего. И, собственно, вот предложенная им концепция психологических типов, это сугубо логический такой продукт. Да, она структурна, она такая вот действительно. Да. Но при этом у Юнга активно доминируют всякие функции воображения. Он очень воображающий автор. Он учитывает большой культурный контекст. Он очень много чего захватывает из науки, из мифологии, из холософии. Это очень разнообразный автор. Мне просто в контексте кандидатской приходилось немножко затрагивать Юнга. Ну, совсем чуть-чуть. Я не специалист здесь, не буду ничего претендовать. Я спорить с вами по Юнгу не буду. Просто интересно замечу, что вот он такой вот... Мне даже казалось несколько более сбалансированный, что ли. Приближающийся к балансу даже. Вот между этикой и логикой. Ну, это может показаться так. А то, что вы описываете, это в соционике про интуицию. Там есть другая дихотомия, интуиция, сенсорика. Да. Да, и интуиты, они как раз... То есть политические координаты. Ну, что-то типа того. Кстати, политические взгляды, они тоже отчасти обусловлены типом. И тип... Корреляция есть. Да, да. Она не стопроцентная, то есть бывают, на это дело, исключения, но есть такие... Почти всегда бывают исключения во всех корреляциях, так что, ну, почти на всех. Отчетливые есть тенденции. Ну, плюс мы еще типируем очень много политиков, потому что мне, в принципе, политика интересна. И мне интересно, какие психологические типы, оказываясь у руля той или иной страны, какую политику они проводят. Ну, и очень много мы нашли корреляций, следствий, вплоть до того, что можно примерно предсказать, чем будет заниматься вот этот кандидат, когда он дорвется до власти. И можно предсказать у человека опасность скачиться в коммунизм. То есть некоторые... Скачить коммунизм. Некоторые к этому. Бой общества будущего. Да, да. Скиньс. Скачать коммунизм. Общ 스파. Субтитры создавал DimaTorzok